здравствуйте в общем тут небольшой апдейтик по поводу знаете вот этих вот разговоров на тему камеры на которые я сейчас снимаю canon eosar вот эти вот r5 точнее типа то что она греется с ней вообще работать невозможно промежуток 20 времени даже если снимаешь 4k скажу какой момент я снял получается уже сегодня вот только что закончил вот прям на эту камеру снимал только скопировал на комп и обратно флешку воткнул полутора часовое интервью в 4k потом за последнюю неделю я снял штук шесть по моему получается интервью они тоже в районе полутора двух часов то есть это все типа получается видосы по там 29 минут где-то полу да таким пачками без остановки вот и никаких перегревов у меня не было даже близко не было то есть камера ну нормальный комнатный температур чувствует что немножко тепленькая но чтобы прямо от короче хреначила такого нет а это первый момент второй момент то что батарейка у нее не садится быстро если ты просто выключаешь ibus который стабилизатор непосредственно сенсора да когда например снимаешь стационарно потому что нет смысла его использовать сейчас он у меня включен на вот я камеру сейчас трясу руками и на видосе ну как бы видно что камера двигается но моя башка сильно не болтается то есть он у меня сейчас включен потому что я снимаю с руки вот это чисто апдейт по камере поэтому хейтеры которые вот эту дичь всякую разносит из разряда невозможно пользоваться можно им просто тупо не верить вот потому что сейчас на камеру говорит человек который ей пользуется получается сколько уже там 20 дней вот что-то около 20 дней и у меня никаких проблем с перегревом не возникало я не снимаю конечно 8к ро это я думаю так понятно что любая камера будет греться но я снимаю 4к прямо сейчас и все окей просто надо видать уметь нормально пользоваться оборудованием чтобы все нормально работало но сегодня мы с вами немножко не об этом я короче вам сейчас кое-что покажу я конечно понимаю что 21 век настал уже довольно давно уже 20 лет живем 22 года живем в 21 веке но такие вещи меня продолжают удивлять короче я давно хотел это сделать и тут у меня внезапно случайно это получилось значит начнем давайте вот с такой вот привет сири синий шкаф привет сири белый фон привет сири синий фон мне это просто взрывает голову вот очень очень удобно особенно когда там например с гитарой сидишь что-то играешь и надо что-то вот такое вот поменять освещение хочется чтобы поприятнее было это прям взрыв башки потому что например смотрите 16 миллиметров привет сири красный режим то есть я настроил себе готовые вот такие вот пресеты или например что-нибудь типа привет сири лесной режим такой зелененький привет сири ночной режим то есть это готовые пресеты с разными цветами при этом она работает с несколькими разными приложениями то есть это приложение вот вис которая для салбоксов и гауссовских лампочек и фоновые это вообще светодиодная лента другое приложение привет сири режим съемки то есть готовый сет для того чтобы нормальный свет был для съемки вот такие вот взрывы головы еще увидимся вот вот Субтитры сделал DimaTorzok